Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня мы опять в игре за ИСЛ. Как меня попросили, посмотрим скины Велоцираптора. Вот, значит, первый у нас скин. Довольно красивый Велоцираптор, выполнен просто отлично. То есть, вроде бы, знаете, у него и имеются такие, ну, пушок такой, знаете, на теле. Ну, по крайней мере, есть такое ощущение, да? Но крупных перьев нету, то есть, чтобы люди не придирались, потому что есть у нас любители чешуйчатых и любители динозавров с перышками. Ну, чтобы и тех, и тех не обидеть, вот, как-то, лично по мне, как раз вот так вот он и выглядит. Ну, в принципе, красивый, то есть, полоски такие все симметричные, смена цветов такая, вот, это, по-моему, прикольно. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас будет кричадин там. Классно. О, вот это вообще супер. Классно. Ну, вот этот сам классный, по-моему. Ну, значит, шелцераптор прыгать у нас, естественно, может. Давно мне не хватало, когда играешь за крупных платоядных, они, естественно, такое не могут. Почему тут так светло? Потому что здесь темно. Я не знаю, бывает ли вообще взвесил день. Ну, видимо, сейчас закат, опять ночь наступает, это мне жутко бесит. Все время, когда я заковзываю. Ну, значит, второй атаку нет, есть только пусто. Хотя второй атаку могли сделать, это удар лапами. Пускай маленький урон, но, блин. Чего они просто так висели? Ну, и бегает он вот так вот. Как в фильме прям сразу вспоминается фильм парк юрского периода, там рапторы так бегали. Ну, мне кажется, больше всего здесь, когда будем смотреть юта раптора, там сразу ностальгии заиграет. Потому что там он один в один вообще, как блацараптор с парк юрского периода. Нет, злобные такие засранцы, наверное. Так, ну что ж, это был первый скин, сейчас перейдем ко второму. Значит, мы продолжаем, да, вот второй скин. Ух-ё. Бывает, слышите? Ну, это, скорее всего, травоедный, квартозавр какой-нибудь, так что беспокойтесь. Не о чем. Вот этот труп Галлимимуса. Видимо, кто-то решил за него поиграть, а потом он отключился. Да, это квартозавр. Ну, вот, собственно говоря, вот такой я пятнистый. Ну, первый раз мне понравился, но это тоже хорош. Ну, мне кажется, слишком пестр, наверное, он бы увидел, если бы тут не было темно. Да, и тут все переживет, у вас вообще был черный экран. Но зато морда здесь выглядит более четверо, и глаза такие выразительные. Именно, что такие, ну, не знаю, по мне, так он больше нравится. Так, ну, не знаю, можно, в принципе, портозавра поискать. Побегать немного. Ход бы понять, в какой он стороне, конечно. Но мне кажется, я бегу правильно. Где-то там вот. Все самое забавное, что выносливости у Велксраптора много, в принципе, и он этот... Второй хищник после гири-розавра по размерам в этой игре. Ну, там вот, где выживать надо, то есть, да, где режим выживания, вот там вот... После гири-розавра вам открывается Велксраптор. Ну, а ты где этот засранец? Слышит я слышу, но вот я тут не вижу. Так, я уже, в принципе, на горе, и что-то никаких здоровенных не вижу. Да и он что-то перестал двигаться, я его вообще потерял. Вот козел, а. Ну, ты куда в том делся? В лесу вроде ничего не шевелится. Видимо, он засек, что я бегу. По звуку не узнал, что я мелкий. Испугался, а я просто посмотреть хотел. Или просто сервака вышел. Ну, ладно, в принципе, зато вы посмотрели... А, вот еще. Скрытный Раптор. Идь-дь-дь-дь-дь, такой на картах ходит. Вот это и вот истинные охотники, не то, что там вот эти здоровенные Т-Рексы, да, вот это вот прям машина для убийства. Все, кто чуть больше его по размерам, для него потенциальные жертвы, и он реально может их ука-кошить, и вот это внушает. Вот такой вот у нас Раптор. Так, ну, переходим к последнему скину. А вот и последний скин Раптора, вот он такой зеленый в полосочку. Вот он очень яркий, но, к сожалению, за то, что ночь вы ничего не видите. Ну, в принципе, вот так вот мне видно, но думаю, YouTube пережмет, и вы вряд ли что-то увидите. Вот, в общем, голубая полоска около глаза, желтые глаза, сам такой светло-зеленый с белыми и черными полосками, да. Ну, здесь вот он прям вообще светло-зелененький, да, ну, видно, что он зелененький, да, если посмотреть, приблизить, да, но вот это максимум. Господи, я же испугался. Ну, туда нажал, просто много испугался. Хоба! 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 Прикольно он, в принципе, такой. О, пауэртозавр! Добежим, не добежим, как думаете? Учитывая, что я мелкий, мне бежать, наверное, лет десять. Ну, и раптор прикольно передвигается, то есть лапу держит прямо, а задними болтает из стороны в сторону, бедрами, как бы, тазом. Ах, я устал, офигеть, у меня аж вся стамина кончилась. Пипец. Квартозавр-то, чё, издеваешься, что ли? Поближе бы подошел. Тебе пару шагов, а мне вон два километра бежать. Да, он далековато. Поплиже бы подошел. Ну, постепенно, конечно, сокращаемое расстояние, да, то есть уже, наверное, половину пробежал. Тебе не, он пропал, яплана, мать! Это чё, глюк, типа, был, да, бак такой? Класс. А я тут бегаю. О, вот эти два пальца остаются прям вообще всё, это парк юзко-перёд, да, не хватает Алана Гранта, он такой вылезает из кустов. Ну, чё там в воде такой лежит? Вроде я слышал, хотят в эту игру добавить всяких там дейнозухов или соркозухов. Не знаю, можно ли будет за них играть, но что они будут в воде, если бы, знаете, как боты, то есть ты подходишь к воде, да, далеко заплывает, что он на тебя нападает. Было бы вообще классно. У, а кто это у нас тут? Ничига, он огромный по сравнению с темой, блин. Да он должен был уже получить урон, иначе я, видимо, ему не наношу его просто. Иначе я, видимо, он должен был быть, но он должен был, хотя бы царапинкой появиться, учитывая, что их нет, и вот долго бить бы придётся, да. То есть именно группой надо атаковать, иначе просто не как этим и бесит что там за труб такой валяется неинтересно давай осталось на чуть-чуть еще парочка песчаный гряд и все мы на месте заодно можно водички попить здесь меня сейчас никто не созрёт он отказывается пить воду видимо она соленая и он ее пить не будет нет глубокая ночь я думаю может посветлело да конечно звезды на небе но как раз по крайней мере стало лучше видно когда прям конкретная ночь наступила это ночное зрение очень спасает потому что раньше наступала ночь и все и не видно нифига да такими темпами 10 лет надо было бежать бывает осталось чуть-чуть уже почти на месте стамина долго останавливается да это бесконечно вообще где где он там уже лежит то вот он кто это только пока непонятно о гипердокринт что походу да посмотрите вот это вот это вот вообще да да я такой зашел да в челюсти мы сюда блин хватит и камеру фокусировать да пошли вы нафиг а вот так вот снова офигеть у него зубы больше чем моя голова башка вообще огромная тут наверное 5 велоцирапторов размер головы так интересно кто его убил размер ноги я бы назвал велоцираптор вот так вот велоцирапторах размер ноги у него измеряется лапы точнее да вот длина всего велоцираптора где-то метра два то есть вот размер лапы гипердокрина жесть конечно огромный ну и для тех кто досмотрел до этой части видео я предлагаю сейчас поиграть за вот этого товарища за гипердокрина вот так что не отключайтесь сейчас посмотрим хотя вы знаете к сожалению вынужден вас грубо говоря так обломать в общем я посмотрел оказывается у гипердокрина несколько скинов то есть можно про него сделать отдельное видео а это слишком длинным делать ну я не вижу смысла поэтому все таки на данный момент это все скины велоцираптора и я закончу это видео в следующем возможно посмотрим гипердокрина надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канала голосуйте за лучший скин либо в группе либо просто в комментариях пишите какой вам понравился с вами был дарт всего хорошего до скорых встреч и всем пока 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 пока